Елена Александровна, повернись, пожалуйста. Народ должен тебя видеть. Теперь тема простенькая. Объясняю. Мы подходим к яблокам, яблоням. Почему? Значит, мне был задан один вопрос, он прямо в гостевой, его все видели. Валерий Константинович, почему у меня столько плодожорки? И что делать? Естественно, тут же, да, поэтому и упало. Поэтому я тут же и поправляюсь, то есть как-то пытаюсь человеку внушить такое доверие. Во-первых, здесь никто никогда ничего не перекапывал. С плодожоркой не боролся. Некая, не некая, а те, которые... Ой, сколько можно ее фамилию-то долбить этой выпускнице? Не будем? Не будем, да? Так вот, выпускница Тимирязевки, вот, она написала так. Личинки перекапывайте почву. А ты представляешь, Александр, каждый год вот сад, вот эту почву всю перекопать, нет? А вот это вот так приказано. И на полном серьезе. А я при этом говорю, если вот даже взять немного, ну, как делают? Ну, метра два по кругу, да? Приствольный круг. Да, приствольный круг. А ее тут нету. А у нее крыльев нету. Так мало того, потом еще этот приствольный круг еще ядами посыпать и полить. Вот это и называется тогда. А что ж получается-то? У меня плодожорка съела это яблоко. Что сделала плодожорка? Когда она съедает яблоко, оно быстрее поспевает. Вот. Сильно оно испортило? Ну-а. Вот оно какое. Ну? Было. Так вот, благодаря... Вот маленькая дырочка. Да, благодаря плодожорке. Спасибо, что ты мне демонстрируешь, я бы не догадался, не догадался бы съесть. Благодаря плодожорке растягивается сезон, когда яблоки начинают падать с дерева. Вот здесь, почему она зеленая? А ведь это мелба. Во-первых, она мельче. Посмотри. Посмотри на поля соседей. Да, это не крупная. Вот, когда я новому русскому продал, а потом у него они оказались, знаешь, какие? Так у него было чистое поле. А здесь сплошная тень. И вот получается, что растягивается удовольствие как? Так. Плодожорка съела, и яблоко срочно дозревает. Так принято. Идем дальше. Я отвечаю на вопрос. Ну, груши сегодня не наша тема. Посмотри, какие. Расставица. Расставица. Вот. Ну, черешни мы обходим. Время отошло. Вот. А здесь я начал собирать. Вот тут они были. Ну, мы прошли. Вот. Смотри. Вот они. Бери, угостишь эту Миланью. Ой, не Миланью, а... Ладу. Ладу. Вон еще сзади. На бюро, ага. И погоди, я тебе еще и пол ведерка уже собрал. Я готовился к этой съемке, да? Смотрим. Кстати, персики живы. Ох, подмерзли как. Вот это самое морозостойкое в мире персики. Знаешь почему? Потому что только на этих двух деревьях, они, остальные деревья, ну, кроме трех, замерзли по уровню снега. А эти, смотри, уцелели. После такой страшной зимы, вот это уцелело над снегом. Вот эта ветка, если не начинать с нуля, это примерно, ну, как бюджет целого института. Если бы... Институт персиков. Пора же создавать такой. Институт Плюпина есть. Так, смотрим сюда. Вот это я начал тебе собирать. Вот она, паданка. Правильно? Можно взять ее? Да, конечно, я же для кого стараюсь-то. Вот, 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 вот. Вот это молодые деревья, так? Почему старых нет, ты уже знаешь. Да. Сожгли. Сожгли. А эти выбросу, выбросу, выбросу. Вот так. Ну, вот ведерко мы набрали. Допустим, получается так. Сегодня какое 20? 15 августа. Обычно на 2 недели раньше. То есть, это к 1 августа уже яблоки едим. Белый налив еще раньше. Бывает середина июля. Вот, потом идет время мелбы. И что интересно, последняя мелба упадет только через месяц. Чем она мне нравится? Невероятный сорт, растянута, растянута. А еще помогают эти. Давай посмотрим. Все они с этими. Есть? А, вот она. Вот. Одного понять не могу. Якобы. Якобы во Франции. Вот есть червоточинка. Якобы во Франции. Вот такие яблоки, если на тоси, 5 раз дороже, чем те, которых 40 раз опрыскивали ядом. Я думаю, точно. Не, ну я читал об этом. Я думаю. Конечно, это же органическое. Так, получается, почему человек обиделся, что у него эти, плодожорка? Что ему предложила взамен выпускница Тимирязьки, которая, ну как бы, моя оппонентка? Что она предложила? Перекопать? И обработать. И обработать почву. А я вот не вижу, к чем мне вот смотреться. Давай на это дерево глянем. Мы к нему еще не подходили. Давай смотрим, чем не угодили эти самые плодожорки? Вот я так к ним привык, да? Только плодожорки, и уже можно кушать. Они как дегустаторы выступают. Правильно? И что интересно, плодожорка все не съест. Во-первых, в нормальном саду, там, где существует биологическое равновесие, не может такого быть, чтобы все съели плодожорки. Яблони в этом году, они выглядят бледнее. Почему? Вот суховеточка такая уже. И все главное, смотрите, плодоносит на концах веток. А, кстати, это еще один момент. Вот. Какая-то умница. Какая-то умница. Только они почему-то не знают и заставляют отрезать. Понимаешь? Вот на следующий год плодоносить будет, смотри, вот здесь на концах плодоносит. Вот это свежий прирост. Теперь прирост, теперь будет тут плодоносит. Прямо тут вот. А приказано все это отрезать бесконечно. Вот. А это самое... Ну, нет, ну, я не знаю, о чем в таких случаях говорить надо. Да, немножко это, дерево плохо выглядит. Почему? Очень много таких. А, во-первых, в тени. А, во-вторых, страшная тень. Страшная. Вот. Все загущено. Ну, пойдем еще на сливы глянем. Меня спрашивали друзья, знаешь, о чем? Вот, вот эти сувениры Востока. Я уже боялся говорить, что у меня черенки на продажу. Каждый год я теряюсь как? Извеченные деревья. Это были рекордсмены. Знаешь, что такое? Дерево, вот это вот, давало пять ведер. Рядышком четыре ведра. Так, не отвлекайся, я сейчас дойдем до него. Дело в том, что это один из сюрпризов для меня вот это. Так вот, объясняю. Смотрите, там вот все одни и те же, друзья. Да, несколько десятков черенков, кто успеет, купит это роскошнейшего, лучшего в мире сорта. Так? Оно у меня переболело. В этом году, посмотри, в этом году это и весь урожай. Две штыки? О, нет, нет. А, ну, есть. Мало-мало. Слабенький, да. Вот. И я никому не обещаю косточки. А получая каждый год 10-20 ведер, я на костик зарабатывал хорошие деньги. Причем честно, потому что с этим костиком вырастали опять шедевры. Вот. Ну и, наконец, я в растерянности полной. Я не знаю, какой это сорт. Может, это этюд? Да, это яблоко. Это яблоко. Представляю. Я надеюсь, что кто-то... Два совершенно других. Так там-то и дело, что у меня крыша начинает ехать. Давай его попробуем. Держи. Вот, смотрите, какие они вообще разные. Вот они. Да, они совершенно разные. Вот. У меня крыша есть. Давайте будем срабатывать. Съедим? Да ну, что, в саду-то не попробовать. Это первое, я пробовал в этом году. М-м-м. Мед. Мед. Держи. Опять кусочки выброшу. А вон она лежит уже. Давайте ее. Стоит им упасть, да? В этом году. Или они узнали, что я их люблю. Муравей. Там же внешнее управление. Там много ума. Они жрут все, что упадет. Да, годы не так. В этом году, смотри. Столько не поднял, все сразу съедает. Тут же съедают абрикосы, съедают сливы. Моментально. Вот, пожалуйста. Так, ну что, пойдем отсюда. Пора, наверное, выключаться. А вон зелененькие, висят венгерки. А это венгерки. О, ты молодец, уже все знаешь. Дерево, я виноват страшно перед ним. Я перед ним готов на колени встать. Посмотри, как я его изувечил. Кушать хочется. Посмотри, какие черенки. Вот. И вот это изувечивание, обрати внимание, начал умирать. Видишь? Вот. И вот это последний урожай. Ну, может, оно, если не трогать, еще отойдет? Ну, вторая ветка получше. Вот так. Отойдет. Тут надо не ждать, пока отойдет. Тут надо срезать ветки и делать новые. А кто будет делать, а? Смотрите в глаза. Я, что ли? Ну, кто, Пушкин? На, держи. Выключим? Нет, еще подряд пойдем. Я, мужчина, я понесу ведро. Давай, с краешка питомника глянь. Вот. Сережа не может собрать количество достаточно заявок, чтобы всего лишь сотню-полторы сальций отвезти в Красноярск. Я, кстати, с ним хотела поговорить на эту тему. Поговори. А он уже все, он уже русский опускает. Как умудряются выжить питомник, который продает по тысяче пять, по три, по восемь, по пятнадцать, по двадцать пять тысяч саженцев продать? Как они умудряются выжить? У кого такие деньги? Давай вот так поставим. Нет, у кого какие деньги? Они же их лепят наклоновые подвои, потом они не выживают, через год они снова приходят к ним и покупают снова. получаются наружки? не знаю. Вот это будет на продажу и возможно на этом все. Ой, нет. Ну, что нет, когда он анкету запомнил, возьмут на завод, значит все. А вот это вот переход в маточный сад. Видишь как? А этот маточный сад густой. Я в этом году уже выпиливал. А вот, показываю вот это. Они начинают друг друга мешать. Посмотрим туда. Я уже выпиливал. Но это неизбежно. Вначале я несколько лет срезаю все ветки. Видишь, сколько ветра. срезаю все ветки. А потом... А потом... Сейчас вам покажу, чтобы помыл один пень. Я недавно стелил супер абрикос. Вот он. Вот это бай. Это гордость была бы. Если бы у нас были бы деньги заниматься серьезно этим делом. Покажи этот пенечек. Единственная польза от него. Я с него успел взять не меньше 300-400 черенков. Вот он. С него. Вот такое было растилище. Ну, примерно... Нет, в два раза больше того. Все-таки пришлось выпилить. Вот. Ну, а это ты сразу узнаешь, да? Раскутать невозможно. Вот это сам. Когда оно до конца разовьется, будет грамм 300. Бывает 500. не взял. А порт кроваво-красный. Правильно, молодец. Так, я вижу, дальше я буду это. Я вижу, ты занялась телефоном. Да просто мне звонили. Написать, что меня потеряли уже. Ну, ладно. Тогда я буду. Время позволяет. Позволяет. Это свободная прогулка. Я не умею это. А, кстати, кандиль, кандиль, кандиль. А этот человек умудрился достать кандиль, привить, довести до плодоношения. И вот она, кандиль, это, бело-бело-бело-бело. Даже название толком не забыл. Кандиль бело-снежный. Вот она, смотри. Ух ты. Ой, какая красивая. Запоминай. Запоминай. А я и не знал, пока плоды, это, в прошлую осень не попробовал. Вот здесь я пробовал вырастить ранетки из косточек и семечек. Не получилось. Бесполезно. Вот почему у нас как? И семечек получается полудикари, а плевать ранетки никто не хочет. А ведь это же чудо, это шедевр. Если в хороших руках. И уж привитые, то никуда не денутся. Будут прекрасные эти плоды. Ранетки должны быть по всей стране, вплоть до полярного круга. Где они? А, что вы какое-то, пожимаешь плечами. Кто из нас аспирант? Я или ты? Значит, будут. Будут. Мичурин же говорил, что и сады будут свести, и в Сибири тоже. Так, прошло, прошло сто лет. И цветут? Прошло сто лет. И в Сибири? Ага, у отдельных, которых наука считает этими. Так ведь есть же. Как нас с теми грязью-то смешали? Ай, для них. смотри. Вот видишь, вот этот участок 10 соток. Вот, он стоил 50 тысяч сотка, да? Сейчас у соседей будешь это... А, я тебя потом угощу. Пойдем, я тебя угощу своими. Если у тебя роста хватит. Вот, потому что это память о Латинкове. Вот это чужие, соседские. Производит впечатление? Не. Пойдем в мои пробовать. Латинков, тиражелезов. Так вот, я не договорил. С тех пор, как мы отказались по 50 тысяч сотку покупать, они продать не смогли. И выросли вот эти березы, смотри. А вот здесь берез нет, видишь? Это гепатогенная зона. Где деревья с самосевом выросли, а это уже угроблена почва ценнейшая навсегда. То есть здесь больше никогда не будет яблонь, груш. Вот где вот эти березы. Вот. А почему? Ой, тут нужен особый закон. Ладно, пойдем сюда. Так, кстати, вот это вот когда-то мне черенок подарили. Выросло что-то похожее на пробу. Похожее на... Я не знаю, что с ним делать. Оно мне дерево не надо. Оно место занимает. Смотри, сколько места занимает. Приглядись. Да? Выпиливать, рука не поднимается. А этот фактически, ну попробуй. Не хочу. Уже во рту кисло от них. И вот такое дерево ждал, 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 выросло. Ну что ж мне подсунули? А ведь прислали, как сама поняла, как федевр. Они не знали, что в Сибири это все уже как... Някоть сладкая, шкурка с горчинкой. Ну что, выпиливать? Ну, для компота самое милое дело. Собирай потом. Ладно, идем сюда. Жалко поздновато, я уже тут пошарился, пару ведер собрал, вырожай был жидкий. Вот, тут у меня амуры укропненные. Вот тут был анекдот. Я ходил и складывал их в кучку. Вот так просто иду мимо, тары нет, вот так раз кучку, потом соберу. Прихожу сюда, кучки нет. Пригляделся, а там муравьи все почистили. Ну, я потом... Оставили косточки, а я их разглядел и все собрал, я жадный. Вот. Но с тех пор я теперь даю возможность муравьям съесть, а только потом собираю. Так, пойдем сюда. Вот. Некоторым деревьям не светит, попали в полную тень. У деревьев уникальные. Это гибридная севиня, сиерафима. А им не светит, видишь? И рука не поднимается вырубить. Посмотри, как все закрыто полностью. Вот. Ну что? Ну что? Ну что? Вот. Это мои самые скромные. Один из лучших сортов Мичурина под названием Пипин шафранный. Великолепная вещь, особенно то, что лежат до следующего урожая. Но последнее дерево, веточки еще есть. Можно было бы тиражировать, но надо тиражировать, но не получается у нас. Так, пошли. Пошли, где наши эти, где мои эти, сейчас скажу. Ой, нет, сейчас вспомню, 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 что у меня с головой. Нет, не здесь. Это я хотел тебе, это я хотел тебя угостить. Малиной? да, да, сейчас. Что, не понимаю, присниться не могла? Да, вон же она, вон там. Нет. Нету? Пропала? Выкосили, выкосили, Так, было бы видно, что выкосили. Ну вот, малиновые пусты стоят, один. Слушай, я ничего не понимаю. Если бы выкопали, были бы следы. Я всего лишь две недели назад любовался огромной малиной. Пойдем, может быть, они не дошли. Давай, доходим до нее. Мне латинком прислал. А, вот она, вот она, вот она. Фу, я думал, все, короче, снесло. Вот. Вот эта была, она с этой стороны была. Фаина лежит, ну-ка, подними. И вон висит еще две. Висит? Надо же повезло. Хоть людям покажем, что такое настоящий абрикос. А это тройной гибрид, которых не может быть на свете. Едят, едят его. Едят. Вот я бы все не трогал, мне жалко. Что делать? Поделимся. Поделимся. Ну, съешь хоть с краешку, а остальное положи. Ну, как? Сладкие. Сладкие. А вот, а, тебе висят. Попробуй, вон ту сорви. Наверное, какая сейчас сторона упадет. Сорви, сорви. Разрешаю. Во. Вот это вот плоды 80 грамм. 85. Вот. Вот это настоящая фаина. Тройной гибрид. Но она уже на первое урожай вообще не похожа. Полностью изменилась. Если бы я не знал, что это фаина, у нее междуузли становится все шире. Ну, вот же маленькие. Вот, смотри. Не, вот смотри, отрезается вот здесь на прививку. Так? Есть человек, который круче меня, который еще в два раза толще ему надо. Лучше каплировку прививает. Так вот, в этом месте я когда отрезал, они настолько густо было, что срез получался вот такой, знаешь, да, невозможно. А сейчас она с каждым поколением она теряет эти качества, потому что я уже раньше подсказал, да, фаина. А сейчас она уже, еще раз покажи, она становится, ну, какое-то усреднение происходит. Вот. Это и все интересно, конечно. Вот. Ну, съешь ее, съешь. Пусть все завидуют. Потому что, особенно тех, кто настоящего никогда в глаза не видел. А, погоди, вот я сейчас закончу съемку, мы сфотографируем, ладно? Вот так, подержи. Так вот, малина. Она росла с этой стороны, а с той стороны ее не было. Так. Вон она, видишь, смотри. Ну, уже переросла. Ее много было, она упала. Тут так гроздья висели. А прислал латинков. А деревья эти были маленькие, и тут был ряд малин. То, что ушло за забор, сохранилось. Вот. Даже сейчас ценность представляет. Потому что... Не достанем. Не достанем. Только полюбуемся. Ну, если это сможешь. па-па. О, какая-то. Ну, это маленький еще. Это, наверное, какой-нибудь генералиссимус. По-моему, лорд. По-моему, лорд. Сейчас сорву еще. Ну, давай. Это память о латинкове. И, конечно, ее еще сейчас можно спасти, но руки не доходят. Ремонтантную малину вывели, считай. А вот кусочек только оторвался. Ну, ладно, пробуй. Я-то когда-то наелся. Так, ну что, что это такое? В память. Ладно, другой раз вспомню. Когда созреет, тогда точно узнаю. Так, ну, пошли отсюда. Вот это была сделана кардинальная обрезка. Капитальнейшая. Резали все подряд. Смотри. Вот если приглядеться, то видишь, одни пни. Вижу, вижу. Они, конечно, обросли за лето. А для чего это нам надо? Смотри. Мы без этого на омоложение. Раз. Нет, она достаточно молодая. Нам нужны черенки. И самое страшное, я всегда это подчеркиваю. Да, вот они черенки. Каждый по 150 рублей. Я такой богатый. Смотри, чем кончается. Вижу. Любая обрезка для дерева смертельна. Даже там, где не видят этого, все равно приближается к конец, даже если нет вот таких страшных этих последствий. Никто понять не хочет, что это только вынужденная мера. Хух, выговорился. Наверное, эти прогулки все-таки полезны будут, надеюсь. смотри, я здесь даже не это, смотри сюда. Здесь даже не косили, Тень настолько густая, что сюда не проникает солнце вообще. и даже мох не растет. А почему я это говорю? Давай поищем мох. Мне это больно. мох. Нет, здесь мох. Я на дереве говорю. А, на дереве. Я устал уже воевать с этими людьми, которые говорят, ответ куда знаешь? Чистить кролы? Да, ответ куда знаешь. А мне бах, цитату. Я поднимаю эту цитату, а ей больше ста лет. и как с тех пор привыкли, что надо срочно уничтожить мох. Давай искать мох. Вот он. Ну, это не мох, это грибы. Это морозобойные. Вот они, морозобойные, которые я прямо умоляю. Никогда не трожьте. Это тоже не мох. А ведь заметь, из трех летов последних, два на уровне Питера, подозривости. Правильно? Правильно. Вот. Дерево, смотри, вот она груша, Лада, да? Она, ей не повезло, она полностью попала под этот, разрастается жердель, разрастается полностью. Даже солнца практически нет. И все равно на ней нет грибов. Смотри. Почему? Да потому что я к кисекатам не подхожу. И вот. А потом самое страшное, что делают эти специалисты, они отрезают не просто, а на кольцо. И тогда появляются... А знаешь, что придумали? Если я два раза уже прочитал об этом, это пошло в народ. Это значит хорошая экология. Ты представляешь, изувеченное дерево, покрыто грибами-лишадниками, так, мхом, и говорят, это хорошая экология. Ну-ка, один идиот придумал эту фразу, но она пошла уже в народ. То есть все, нет, все равно призывают бороться. Самое легкое, самое безобидное, что призывают, металлическую щетку. А я говорю, ты разденься, и пусть тебе по спине металлической щеткой это, почистят твои эти... потом спиртом обработают. Слушай, жалко, я покажу, ой, как жалко, я буквально вчера делал фотографии. Вот отсюда упали две последние эти самые. Это были самые крупные, какие я видел манчжурцы, смотри. Фаина погибла, видишь? Ну, уже показываешь, смотри, видишь, погибла Фаина. Вот, вот она вот. Вот. А это, видишь, откуда? Это чистый манчжурец. это белый ствол. Упало два вот таких вот этих. Я тут сфотографировал, покажу. Вот, все-таки химера существует, но помирать не собирается. Значит, это не химеры, а витативный гибрид. А гибриды витативных вроде не существует. Вот. Читать надо классику. Ладно, сейчас я на звонок отвечу. Ладно, а мне кто мешает ходить разговаривать? Можно же выключить уже. Нет, нет, а что уходим по саду? Смотри, далеко не уходи. Может быть, такие игрушки уже сможешь кушать? Да, сейчас я буду. Это паданка. А какой урожай? Смотрите сюда. Смотрите сюда. Вот такие урожайчики небольшие. Вот. Монастырская груша. Монастырская груша. Наконец-то я тебя попробую. Вот я черники продавал, но говорил, урожая не было в скобках. Теперь попробуем. Что же это такое за монастырская груша? Вот. Вот это когда-то была супер груша. Она, рухнули у нее все ветки. Если бы все ветки рухнули, все. Вот. Отсюда рухнуло. Вон пень, видите? Вон. Вот. И, наконец, третий пень. Вон она. Вот. Все рухнуло. Урожай был дикий, невероятный. У меня есть фотографии, когда все в грушах и все в упавших ветках. Вот. Ну, значит, подсоветовали с Сергеем. Вроде бы, калека. Решили не трогать. Вот. И тут же, посмотрите. А, видели? Вот это вот дерево, которое было уже желание убрать. Один огрызок. Покажу потом этот огрызок. Вот. Феноменальная восстановительная способность. Так? Вот. Кстати, мы сейчас с Дескобиловым разговаривали про восстановительную способность. Да? Он сказал, вот это обязательно надо учесть в диссертации и смотреть. Ну, Дескобилов плохого не посоветует. Это ас. Вот. Ну, еще что показать. А! Каждую, эту, при заварке я всегда кладу в заварный сеченник пять крупных плодов черноплодки. И так всю жизнь. А может быть, потом еще и жжу. Ну, а что, может быть, такое. Как груша. Даром, шапатанка, да? Уже можно есть. Что тут по ближности еще показать? Вот эти деревья, да? Вот такое. Это дерево сад. Я их вообще не приветствую, эти дерево сады. Вот так уж получилось. Вот. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова